Поезда отменяют. В Германии готовится масштабная забастовка на железной дороге. В Германии планируется новая масштабная забастовка на железной дороге, которая продлится 6 дней, с 24 января по 29 января 2024 года. С сегодняшнего вечера будут курсировать лишь часть поездов. Это будет самая продолжительная забастовка в истории Deutsche Bahn, сообщает РБК Украина со ссылкой на tjoshu.de и dw, профсоюз машинистов железнодорожного транспорта GDL предупредил об очередной забастовке, на этот раз самой длительной. Пострадают междугородний, местный и региональный транспорт. Хотя завершение забастовки запланировано на 18 часов 29 января, даже после этого будут отмены и задержки рейсов, протестующие требуют сократить рабочую неделю машинистов с нынешних 38 до 35 часов при сохранении заработной платы. С такими требованиями состоялись и две прошлые забастовки GDL, 19 января Deutsche Bahn представил свое компромиссное предложение о сокращении рабочего времени до 37 часов в неделю с 2026 года. В настоящее время переговоры приостановлены, предыдущая забастовка GDL длилась с 10 по 12 января. В период остановки поездов Deutsche Bahn вводило специальное расписание, в котором было отменено около 80% поездов дальнего сообщения и значительную часть региональных поездов, как отмечается на сайте DB, пассажиры могут воспользоваться своим билетом позже. Билет действителен для поездки в пункт назначения даже по измененному маршруту. Бронирование можно отменить бесплатно. Также пассажиры могут перенести свою поездку на другое время и отправиться раньше во вторник, 23 января 2024 года, напомним, мы писали, что в Германии прошли масштабные забастовки фермеров, которые тракторами перекрывали дороги. Люди протестовали против сокращения субсидий на сельскохозяйственное дизельное топливо, также мы писали, в каких странах забастовки будут мешать поездкам в январе. В частности, на 24 января запланирована общенациональная забастовка общественного транспорта в Италии, срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.